сегодня я расскажу немножко об экскурсиях на острове мы сейчас на панглау находимся да вот об экскурсиях на этом острове которые возят на соседние островки которые называются бликосак и virgin island еще какие-то острова где можно поплавать с дельфинами с черепахами вот если допустим обратиться я просто расскажу сейчас как не переплатить лишние деньги как отдать как можно меньшую стоимость за эти экскурсии допустим если сейчас стоят вот такие вот ребята они стоят по территории как бы всего этого пляжа вот с такими вот плакатами они предлагают нам эти экскурсии порядка вот допустим я сейчас возьму вот так смотрите вот допустим экскурсия для двоих человек на this virgin island and balikasak есть да 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 virgin island и balikasak два острова 2500 песо стоит экскурсии на двоих вот там вы поплаваете с дельфинами там вы увидите черепах но плюс еще за человека нужно будет заплатить 250 за за этих вот за рыбок и за черепах получается 500 плюс 1000 песо за двоих вы еще доплатите получится 3500 так это если вы берете таких ребят но я брать у них не советую потому что если если вы как бы сделаете это все сами не не будете к ним подходить а подойдете лично к лодочнику которому потому что вот эти вот ребята это уже перекупщики это третьи руки потому что существует хозяин лодки существует капитан лодки существует там третье лицо там четвертое лицо вот это потом это уже на доме и за 4 или 5 человек который стоит с этой бумажкой в общем каждому нужно заработать деньги вот если вы подойдете сами к лодочнику именно к человеку который является и хозяином лодки и лодочником вы вдвоем возьмете эту лодку вот на эти два острова ну я не буду там говорить что за 500 там еще где-то но 1000 песо это вообще прям нормальная цена потому что топливо расход топлива вот на эти на два острова как бы пройти по двум островам вернуться назад обойдется примерно в 300 песо и получается 700 песо останется лодочник это в принципе это нормальная цена для для филипин вы не будете переплачивать как подойти к лодочнику здесь на алоне вы как бы таких вот именно хозяев лодок вы не найдете потому что опять же он говорит что я типа лодочник у меня есть хозяин это целая история вам лучше направиться вот вы доехали как бы ну немножко до алона вот там вот этот макдональдс и поехать направо это если вы едете по юшному шоссе поехать поехать потом направо либо вы едете по северному шоссе вы прямо упретесь называется церковь святого августина находится барангай по лосьон есть причал вот на этом причале множество лодок конечно тоже бегают вот такие вот жулики вот с этими табличками которые там уже там четвертые руки которые будут вам предлагать экскурсии по 2 с половиной тысячи песо не слушайте их ищите спрашивайте вы хозяин лодки вы ли являетесь тоже лодочником ищите как бы прямое первое лицо хозяина лодки и того же который вот и разговаривать с ним и я вас уверяю что за тысячу песо вас увезут как бы двоих вы спокойно прыгнете в лодку за 1000 песо вас возят по этим двум прекрасным островам как бы по на вержин вас отвезут принципе на верже не делать ничего там просто маленький там кусок суши искупаться посмотреть но на на баликасаки как бы интереснее да там черепахи вот там какие-то рыбки интересные там снорклинг хороший вот туда стоит съесть вот за тысячу песо вы как бы съесть не подходите к этим ребятам ищите сами ищите хозяина лодки и как бы в общем сколько я вас говорил и как бы вас здесь пытается не только вот бывают филиппинцы бывают там и русские еще кто-то там пытается там перепродать там завысить цену за эти экскурсии в общем да не слушайте никого ищите сами подходите как бы и потому что пока вы будете будете платить вот эти деньги вот сейчас это стоит 2 500 а через полгода вам будет объявлять там 4 500 и вы что так же дальше будете платить вот этим упырям эти деньги вот вот этим перекупщиком а потом вам 10 тысяч объявим пока я говорю пока есть такие люди которые которые платят эти деньги они так и будут стоить ищите там демпингуете цены все всем спасибо за внимание